Приветствую вас. Я думаю, что в таких вопросах, в таких делах всегда лучше взаимодействовать вместе с мужем, потому что он всё-таки одной из девуших лиц, потому что в основном мама его, и говорить с ней нужно ему в первую очередь, а не вам, потому что ты его мама. Вам, конечно, нужно тоже, но немножко это не первичная такая история, да, это больше история вторичная. Вторичная история – это всё-таки его отношение, его восприятие. Ну, как бы, своей мамой в том числе. Вот. Поэтому первое, что нужно, на мой взгляд, это его часть, часть вашего мужа, вот, для того, чтобы он высказал своё мнение, этой ситуации, возможно. Потому что нужно поискнуть, как мне кажется. Эм, дальше. Сперва касается, значит, того, как вам соберется. Сперва касается этого. Ну, я могу сказать, что… Другого способа. Ага. Как можно в этой ситуации поступать? Кроме как… БЫТЬ. ЧЕСТНОЙ. 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 ВАМ. С СОБОЙ. С СОБОЙ. С СОБОЙ. С СОБОЙ. ЧЕСТНОЙ. БЫТЬ. Я не знаю. ЧЕСТНО ГОВАЛЛА. СОБОЙ. 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 КОНЕТ. Я не знаю. ЧЕСТНОЙ. СОБОЙ. ЧЕСТНОЙ. ГОВОРИТЬ. Маме, мужа вашего, когда вам что-то не нравится, когда вам что-то не по душе, когда вас что-то не устраивает, говорить об этом. Потому что иначе получается, что вы ждёте просто, когда мама сама догадается, например, а там что-о, так нельзя это выставить, например. То, что она догадается, я бы, конечно, не рассчитывал бы. Даже если догадается, то всё не факт. Не факт, что она позитивно эту информацию будет использовать. Вот. Поэтому то, что вы делаете, пока что это, ну, очень робкие попытки себя защитить. Которые, как мне кажется, единственное, к чему могут привести эти попытки, это конфликт между вами и вашим мужем, из-за неудовлетворённых, из-за того, что вы будете там, например, подавлять свою злость, подавлять свою обиду, свою агрессию будете подавлять. На маму его в том числе. То есть вообще хорошего, как мне кажется, зато он не получить не может. Ну, опять же. Опять же это чисто моё мнение. Вот. Вот. То есть это я так вижу. Мне так вот кажется. С позиции психологии, псих терапии и так далее. Борожать нужно то, что вы чувствуете. Вот. Работать, на мой взгляд, желательно в направлении сепарации, сепарирования от неё. То есть это, ну, то есть отделение какого-то от неё, да? Чтобы выпили один, он один. Мне кажется, это более чем адекватная позиция. Вот. Мне кажется, это более чем нормально. Ну, на что вы можете рассчитывать, я имею ввиду, конечно. Вот. Нет. Дальше уже можно смотреть в том числе на поведение вашего мужа. Какого-то на трекеру. Потому что у меня, ну, условно, у меня есть вот такая партииция. У меня есть такое ощущение, что вы одна в этой ситуации. Что вы вот одна, что вас вот оставили одну в этой ситуации, что положиться-то вам вообще не на кого-то. Вот. И мне кажется, что, ну, вам же самой приятной будет, приятной будет, приятной. Если вы покажете, что может быть, если вы покажете, что вам нужна, там, не знаю, помощь. То есть, вы женщина, мне кажется, в какой-то момент вы забыли об этом. Вот. Начали взваливать на себя больше, чем способны винить. И начали требовать на себя больше, чем, ну, чем вам этого хочется. Вот. А это ведь прямой, совершенно прямой путь никуда. Вот. 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 Поэтому это мне ведь вам выбыл. Обязательно. И, соответственно, соответственно, уже двигаться дальше. То есть, сначала разобраться в себе, потом выработать с мужем единую позицию. И дальше планомерно, последовательно с мужем эту историю реализовать. Вот. Вот. Чтобы вдвоём показывать. А. 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 Что дел. Так. А, а. Еще один важный момент заключается в том, как мне кажется. Чтобы математик занять интерес, если неинтересно, если самое интересное точнее, что у нее есть, это упрекать вас, а вот она будет упрекать вас. Конечно, ну, что еще и делать? Тут мне нужно позаботиться о том, чтобы ей было чем заняться. Мне нужно позаботиться о том, чтобы у нее были какие-то занятия. Нужно позаботиться о том, чтобы она чем-то увлекалась, чем-то занималась. Чтобы она куда-то свою энергию направляла. Потому что противным в случае, если делать она этого не будет, то ну и как можно тогда ждать ожидать, что она изменит свое поведение. По сути, вы сейчас хотите забрать у свекрови какие-то условные элементы развлечения. Вы хотите, условно говоря, забрать ее модель, такая вот, модель расслабления, скажем так. Вот, хорошо-плохая речь сейчас об этом не идет. А со времен? И если времен ничего, у нас есть в таком случае серьезные проблемы. Вот об этом я пыталась вам сказать. Именно это я пытаюсь донести вас в этот момент. Вот, хочу, чтобы вы постарались меня услышать. Мне кажется, проблема не решается каким-то таким единым решением. Ну, так не бывает. Может быть, конечно, может быть, что последовательно, упорно, совместно с мужем вашим поведением, могло бы изменить что-то в контакте. В вашем контакте с не могло бы изменить возможности. Но это требует определенных усилий и времени. Вот то, что я хотел вам, в принципе, сказать на данный момент. Как правило, проблемы с свекровью с родственниками происходят тогда, когда, значит, есть проблема с самооценкой, то есть когда есть свойство с самооценкой. Это как правило, когда есть проблемы определенные с личными границами. То есть когда человеку сложно вот проставить, проставить личные границы. То есть сделать так, чтобы, ну вот, понимали люди окружающие, чтобы понимали, где четко, где он и где другой. То есть это вот такая вот неверность. Вот, а большую роль играет то, как вы сами к себе относитесь. Ну вот, условно говоря, если вы сами со скепсисом, да, если вы сами сомневаетесь, если вы, ну, там, не уверены в себе, вот, и, ну, готовы, вот, готовы, в общем, в общем, если вы себе корить за какие-то вещи, вот, то вряд ли вам, к вам будут хорошо относиться люди, для которых наличие, точнее, присутствие, присутствие ваше в их жизни является вызовом. Ну вот, навряд ли. Ну, это такая штука для своей крови вы вызов-вызов, потому что она ревнует вас, с первым фильмом, вот, это старый как мир, вот, поэтому не только то, о чем я говорю, важно, но и уверенность, вот, ну, как бы ваша собственная уверенность в себе, в своих силах, это очень важно. Важно, вот, если вы не будете в себе уверены, вот, то как-то вот наладить это взаимодействие с, ну, со сукругой, да, ну, наверное, не получится. Ну, по крайней мере, на том уровне, на котором вам хочется. Ну и последний, последний. Алиса, как вести себя со сукругой, чтобы что? Что? То есть, ну, вы чё поучить-то хотите в итоге? Чтобы что? Чтобы она что? Как бы цель-то какая у вас? В итоге, ну, конечно. То, как себя вести, а чтобы что? Вот. Если вы себе цель не поставите, это не приблизительно сокращение проблем, алис. Алис. Вот. Поэтому давайте-ка сформируем еще цель. Вот это будет крайне не лишним для вас. Вот. Вот. Примерно, давайте, такой ответ я вам, я вам не дам. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что мой ответ был полезен для вас. Желаю вам всего самого доброго и удачи!